Драки на дорогах после ДТП происходят часто. В нашей области камеры телефонов и регистраторов снимали такие стычки в Челябинске, Магнитогорске и Миасе. Вот несколько примеров. Челябинск, июнь 2017. Маршрутка собирается развернуться, но путь преграждает ладом. Водитель легковушки наносит удар по лобовому стеклу база. Шофер автобусу дает сдачи. Драка длится около 15 секунд. А это уже Магнитогорск, март 2017. Двое мужчин наносят друг другу удары руками и ногами. Причем один из них в конце оказался на земле. К нему подбегают женщинам. Причина конфликта осталась за кадром. Челябинск, 2016. Маршрутка подрезает легковушку. ДТП избежать удалось, а вот драки нет. Водители начинают друг друга толкать прямо под проезжающие мимо машины. И перечислять примеры можно долго. Психологи объясняют, в таких ситуациях дело вовсе не в жестокости или злости человека. А в стрессе водители так пытаются выплеснуть эмоции. Тем, кто в этот момент в ситуации экстренного такого стрессового события оказался рядом с человеком, который вдруг проявляет неадекватную реакцию, нужно знать очень четкие правила. Нужно блокировать эту ситуацию для того, чтобы она не шла по нарастающим. Можно дать человеку воды, можно облить человека водой. Можно человека просто удержать. Водителям нужно помнить, что агрессия проблему не решит, а может сделать только хуже. Поэтому важно быстро взять себя в руки.